А возможно ли в такой ситуации возвращение Михаила Саакашвили, который хотя уже давно не в Грузии, но когда возникает какой-то кризис, все равно возникает его фамилия при этом? Политически Михаил Саакашвили, конечно, в Грузии. Он физически не в Грузии, но политически Михаил Саакашвили, конечно, в Грузии. Он является безусловным лидером главной оппозиционной партии страны и, в общем-то, голосуют за эту оппозиционную партию. Большинство людей, которые голосуют, голосуют именно за Саакашвили. Что касается возвращения Михаила Саакашвили, возвращение Михаила Саакашвили возможно только тогда, когда будет возможен адекватный суд на Михаиле Саакашвили. Потому что тот суд, который сейчас есть, понятно, он не обеспечивает адекватность защиты его, поэтому он, естественно, не может вернуться. Поэтому, если мы говорим о Саакашвили, то его возвращение возможно только в случае ухода из власти грузинской мечты. А конкретно Бедзина Иванишвили, которая хоть и объявила о своем публичном уходе из политики, в это никто не верит. Фактически, главное судьбоносное решение для страны, подавляющее большинство, если не все в Грузии, знают, что принимает он. Штурмом был взят офис главной оппозиционной партии Грузии, арестован ее лидер. Скажите, пожалуйста, что стало причиной нового политического кризиса? Ну, в общем-то, это не новый политический кризис. Кризис начался после выборов, которые прошли 31 октября. И ни одна из оппозиционных партий не признала результаты этих выборов, так как оппозиция считает эти выборы сфальсифицированными. На самом деле, оппозиция говорит о том, что сфальсифицировано немного по госсоветским меркам, всего процентов 5-8, но именно эти 5-8 процентов позволили грузинской мечте, в общем-то, формировать сейчас правительство. Оппозиция бойкотировала второй тур выборов по мажоритарным округам. В итоге у грузинской мечты сейчас твердое большинство, но оппозиция говорит, ну, раз вы не хотите проводить выборы, мы не хотим сидеть с вами в одном партнете. Тем не менее, суд вынес решение о том, что Нику Миле необходимо арестовать, и вот тут началось великое сидение в офисе главной оппозиционной партии. Там собрался весь оппозиционный спектр Грузии. Практически все люди, которые ненавидели Саакашвили и его партию, они тоже пришли туда и сказали, мы не дадим вам это сделать, это беззаконно. Туда приезжал посол Литвы, кстати. Ну, в общем, дипломаты, конечно же, они очень активны были. Но в итоге, а, в итоге всего этого премьер-министр Грузии ушел в отставку, потому что он прекрасно понимал, что, ну, ребята, в очередной раз вешать на него, то есть на Георгия Гахаре всех собак. Ну, он просто не захотел этого. Он не захотел быть крайним в этой ситуации. Пришел к власти представитель силовиков Иракля Гарибашили, который, кстати, был у нас уже раньше премьер-министром. И после этого, вчера в парламенте он на представлении сказал, что у нас нет оппозиции, у нас банда преступников и террористов. А эти все, которые другие оппозиционеры, они у них в заложниках. Мы с ними не будем вести диалог. Ну, и вот провели штурм. Причем штурм был такой, но те, кто смотрели, наверное, у них было ощущение такое, что это не по-настоящему. Потому что робокопы как-то вяло действовали. Ник Амелия попросил у всех, кто был там, не сопротивляться, чтобы, ну, не дай бог, не было жертв.